МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Около 6 тысяч выпускников Карагандинской области изъявили желание принять участие в едином национальном тестировании. В областном Акимате обсудили степень готовности к проведению ЕНТЭ. В Караганде прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная изучению личностей и творчества Шортамбай-Жирау. Мероприятие приурочено 200-летию Великого Акэна. В 2018 году священный для мусульман месяц Рамазан начинается с 17 мая и продолжится до 14 июня. Верховный муфти Казахстана призвал бизнесменов не завышать цены на продукты в месяц Рамазан. Карагандинская область готовится к единому национальному тестированию. О том, как будет проходить единый экзамен на аппаратном совещании в областном Акимате рассказал руководитель управления образования Есенгазы и Мангалиев. В начале аппаратного совещания Ким Карагандинской области представил нового руководителя Карагандинского департамента государственного имущества и приватизации. Им стал Аклбек Карабалаев. Аклбек Жамал Бекович имеет три высших образования по квалификации экономист-юрист на государственной службе с 2009 года. С октября 2014 года до назначения работал с заместителем руководителя департамента казначейства по Восточно-Казахстанской области комитета казначейства Министерства финансов. Вопросы есть? Тогда желаю успехов. В нынешнем году школы заканчивают более 8 тысяч учеников. Единое национальное тестирование планируют сдавать около 6 тысяч выпускников. На получение золотого знака Алтенбельге претендуют 316 выпускников. Еще 268 на аттестат с отличием. Руководитель управления образования Карагандинской области Есенгазы и Мангалиев заявил, что все пункты готовы к проведению тестирования. В большинстве из них установлены видеокамеры и арочные металлоискатели. Планируется закупить 30 глушителей сотовой связи. Не определились лишь с конкретными датами проведения ЕНТ. В этом году в республике ЕНТ будет проходить с 20 июня по 1 июля. Конкретные даты проведения тестирования в Карагандинской области станут известны в конце мая. Будут организованы 15 пунктов проведения ЕНТ. Из них 5 на базе вузов, 10 в общеобразовательных школах. В мае для выпускников областных специализированных школ-интернатов и школ в районах будет проведено пробное тестирование в режиме онлайн. Выпускников, проживающих более чем в 50 километрах от ближайшего пункта сдачи, тестирование доставят на автобусах за день до начала ЕНТ. Они будут жить в школах-интернатах, где для них предусмотрено четырехразовое питание. В целом формат тестирования остается прежним. Выпускникам нужно будет ответить на вопросы в двух блоках по пяти предметам. По каждому из них предполагаются 30 заданий, 20 с одним правильным ответом – 10 с несколькими. На выполнение всех заданий дается 3 часа 50 минут. Проходной балл для поступления в вуз остается прежним – 50 баллов. Миром Гульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пять человек госпитализированы с огнестрельными ранениями в Цимиртау. По подозрению в покушении на убийство задержан 20-летний житель города. По сообщению пресс-службы ДВД Карагандинской области 10 мая были госпитализированы пять молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет с огнестрельными ранениями. Задержан 20-летний житель Тимиртау, который дал признательные показания. В ходе проведения досудебного расследования принятыми мерами задержан 20-летний подозреваемый житель города Тимиртау. В Караганде прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная изучению личности и творчества Шортанбайжрау. Мероприятие приурочили к 200-летию великого Ахына. В рамках научной конференции вниманию публики был представлен сборник из 70 статей. Мероприятие прошло с участием заместителя Акима Карагандинской области Жан-Доса Абишева. Для участия в научно-практической конференции именитые ученые, филологи, историки, литературоведы и общественные деятели приехали в Караганду из разных уголков Казахстана. Викчислий Цимирхан Тибегенов, доктор филологических наук, профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая. Почетный гость, прибывший из Южной столицы, отметил, что научно-практическая конференция имеет огромную значимость в воспитании молодого поколения. Мы должны уделять особое внимание обучению в школах, колледжах и вузах. Когда дети будут спрашивать об истоках казахской литературы, мы должны с гордостью рассказывать им о таких личностях, как Шортанбайджерау. Мы стремимся показать себя на мировой арене, обратить внимание других стран и народов на наше наследие. На этом фоне изучение личности и творчества наших великих предков очень актуально. Республиканская конференция была организована управлением по развитию языков Карагандинской области. Специалисты утверждают, что главной причиной для проведения этой конференции послужило творчество Шортанбайджерау, которое не было изучено должным образом. Течение казахской литературы Зарзаман, представителем которого был Шортанбай Ханайулы, было изучено, но не до конца. Есть еще множество тем, которые могут дать пищу для размышлений. Поэтому мы решили провести данную конференцию. Пригласили известных ученых со всей республики. Наше мероприятие организовано в рамках программы Рухани Жангару. Мы говорим о тех, чьи имена вписались в историю нашего народа. На конференции присутствовали и исполнители местной власти. Со вступительным словом выступил заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Он отметил, что данная конференция станет отличной диалоговой площадкой для ученых. Сегодня здесь собрались известные ученые. Я уверен, что вы получите ответы на волнующие вопросы. Сможете обсудить вопросы духовной модернизации, а также темы произведений Шортанбай Акына. Я надеюсь, ваша работа будет плодотворной. В ходе конференции внимания участников был презентован сборник материалов. В него вошли 70 статей, написанных учеными со всего Казахстана. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В 2018 году священный для мусульман месяц Рамазан начинается с 17 мая и продолжится до 14 июня. Об этом было сказано в ходе специальной пресс-конференции, которую провел представитель духовного управления мусульман Казахстана Омар Захбек Кожа. В ночь на 17 мая начнется священный для всех мусульман месяц Рамазан. Весь месяц мусульмане соблюдают пост для очищения души и тела. В эти дни постящиеся воздерживаются от искушений, негативных эмоций, а также от еды и питья в светлое время суток. Представитель духовного управления мусульман Казахстана Омир Захбек Кожа отметил, что по традиции в месяц Рамазан в Карагандинскую область прибудут турецкие кари, чтицы Корана. Их можно будет послушать в трех мечетях области. Это чтицы Корана, которые знают Коран наизусть. Это имамы Турции. Имамы Турции, они ежегодно присылают своих имамов в Казахстан по обоюдному соглашению. Муфтият Турции и муфтият Республики Казахстан. Они каждый год делают такие, можно сказать, взаимодействия между нашими имамами. И наши имамы тоже туда ездят учиться, получать практику. Еще одна хорошая новость. Объявлено о начале строительства мусульманской мечети в Пришахтинске. Напомним, что жители этого района Караганды не раз высказывались по поводу отсутствия мечети. Все документы оформлены и нашелся человек, который взял на себя ответственность для этого строительства. Этот человек буквально в этом году обещал построить мечеть. Это то, что сейчас до сих пор не строится мечеть. Это все, как сказать, причина финансирования. Причина финансирования. На пресс-конференции также сообщили, что размер милостыни фитер-садака, предназначенной для помощи бедным и неимущим, составит 300 тенге. Священная ночь или ночь предопределения состоится в ночь с 10 на 11 июня. Ураза Айт начинается 15 июня, а Курбанайт – 21 августа. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант». Город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Более тысячи карагандинцев проверили свои знания казахского языка. В юридической академии Фемида прошло тестирование КАЗ-тест. Мероприятие было организовано Управлением по развитию языков Карагандинской области и Национальным центром тестирования. Тест на знание государственного языка КАЗ-тест Шахтерской столицы проводится с 2013 года. Тестовые задания состоят из четырех блоков. Проверяются лексико-грамматические знания, чтение, воспринятие на слух, а также письменная речь. Данное тестирование было внедрено, чтобы расширить сферы пользования государственным языком. Наша цель – это осуществление задач, указанных в государственной программе. Благодаря системе КАЗ-тест мы можем определить уровень знаний наших граждан. В прошлом году был введен государственный стандарт по казахскому языку, согласно которому госслужащие обязаны знать казахский язык на уровне Б1, то есть средний. Мы проводим и диагностическое, и сертификационное тестирование. Они отличаются тем, что в диагностическом тестировании отсутствует письменный блок. Сертификационное тестирование платное. Число желающих проверить уровень владения государственным языком растет каждый год. Если в прошлом году для участия в тестировании зарегистрировались около 4 тысяч человек, то в этом году данный показатель возрос до 6 тысяч. Основную часть тестируемых составили государственные служащие. В этот раз более сотни сотрудников Департамента внутренних дел Карагандинской области решили проверить свои знания. «Сегодня мы обеспечиваем 600 человек для сдачи каст-теста. На данный момент уже обеспечено более 300 сотрудников, и после выйдя еще будут сдавать остальные сотрудники. По результатам каст-теста мы определим, насколько наши сотрудники владеют государственным языком и применение его в повседневной работе». Гульнар Смогулова сдала каст-тест в 2015 году, набрав 121 балл. В этом году женщина вновь села за парту, чтобы сдать еще один тест. На этот раз не для диагностики, а получения сертификата. «В первый раз я совсем не готовилась к тесту. По итогам я набрала 121 балл, что соответствует уровню B1. Не могу сказать, что тест был сложным. Теперь я хочу получить сертификат. Он будет действителен три года. Сейчас я готовлюсь к этому тесту. Это нужно для моей работы, так как мы работаем в департаменте ЦОН. Мы обязаны знать казахский язык на должном уровне». Тестирование провели не только в Караганде, но и в Жанарке, Олутау, Каражали, Жесказгане и Садпаеве. Согласно госпрограмме по развитию языков, к 2025 году доля владеющих казахским языком должна составлять 95%. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский симфонический оркестр имени Кали Байжанова вернулся из гастролей в Турции, где проходил первый международный фестиваль оперы и балета. В ходе гастролей оркестр исполнил произведения казахстанских и зарубежных композиторов. Поддержку в организации гастролей оркестру оказала международная организация «Турксой». Первую декаду мая симфонический оркестр Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова провел в Турции. Музыканты выступили в трех городах, таких как Газиантеп, как Роман Мараш и Адана. В Газиантепе, где проходил первый международный фестиваль оперы и балета, нашему оркестру в составе 67 человек выпала честь выступать первыми. Наши земляки исполнили для турецкого народа произведения Ерки Гали Рахмадеева. Как всегда, мы открываем в Бимборе практически наш концерт. Замечательный кюрь выдающегося пропозитора Ерки Гали Рахмадеева в Найрабаде. Ну, сказать, что публика была в восторге, это значит ничего не сказать. Публика свистела, топала ногами и, в общем, ну, это произведение всегда воспринимается очень благодарным. И причем это не зависит от качества, скажем так, посвященности публики. То есть, эта публика совсем не подготовлена или эта публика подготовлена, это всегда воспринимается на уровне. Внештатный советник по культуре Акима Карагандинской области Рамбалау Марбекова подчеркнула, что значительную поддержку в организации гастролей оркестру оказала организация Тюрксой. Вообще роль Тюрксой на сегодня, она велика. При наличии тех проблем, которые существуют в ряде стран, наш Тюрксой выполняет величайшую миссию объединения всех тюрко-язычных стран. И не только, и не только. Вообще любой страны, с кем соприкасается Тюрксой. И те мероприятия, которые проводит международная организация Тюрксой, они настолько значены в плане патриотизма, в плане объединения, в плане стабилизации. Музыканты оркестра своими выступлениями в Турции остались довольны. Публика продемонстрировала радужный прием. Музыканты отметили, что вся суета в период подготовки к гастролям забывается, когда оркестр получает высшую награду – любовь зрителя. «Это не матрёк. Конечно, когда мы здесь начинаем собираться, это вызвали, и народ это понимает, где это народ. Люди, музыканты это понимают. Потому что надо, ведь так попало, не повезёшь эту музыку слушать. И маэстро много на себе, нагрузку. Это приходится. На нервы. Но всё это купается, когда ты иди сюда, когда ты была живой, они из зала всё это слушают. Действительно. И народ, и люди это чувствуют, музыканты это на сцене чувствуют, когда люди радуются. Те же студенты от малого до великого. Руководитель концертного объединения имени Калибайжанова Талхат Идрисов отметил, что организаторы Газиантепского фестиваля планируют расширить его рамки. Велика вероятность, что наш симфонический оркестр ещё не раз выступит в Турции, обрадовав ценителей музыки своими яркими выступлениями. Толжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Город Симиртау является одним из самых загрязнённых городов в Казахстане. И причиной тому металлургический комбинат. Медики отмечают большое количество больных бронхиальной астмой. В рамках акции «Живи без астмы» специалисты Управления здравоохранения выступили с лекциями перед работниками металлургического комбината. Бронхиальная астма представляет глобальную проблему здравоохранения. Она является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний. Большое значение в развитии бронхиальной астмы имеет наследственная предрасположенность, плохая экология, неправильное питание и многое другое. Обо всём об этом лекторы рассказали темиртауским металлургам. В основе заболевания лежит утолщение стенок, отёк из пазм стенок бронха, а также чрезмерная секреция вязкого бронхиального секрета, который затрудняет прохождение воздуха по дыхательным путям. Мероприятия, проводимые в рамках национальной программы профилактики астмы, направлены на снижение заболеваемости, а также на привлечение внимания общества к проблеме бронхиальной астмы. Международный турнир по волейболу памяти Жохана Медиубаева пройдет в Темиртау. Соревнования проводятся уже более 20 лет. В них примут участие как любители, так и действующие спортсмены из разных стран. О предстоящем турнире в темиртауском городском Акимате рассказали организаторы. Жохан Мукатаевич Медиубаев, полковник Комитета национальной безопасности. Именно в его честь вот уже 22-й раз пройдет международный турнир по волейболу. Соратники Жохана Медиубаева отмечают, что он очень любил этот вид спорта, был активным и хорошим игроком. Его знали от Калининграда до Владивостока. Он уделил большое внимание популяризации спорта и всегда активно пропагандировал здоровый образ жизни. Он был очень хороший волейболист. Он играл за сборную Казахстана, ветеранов Динамо, за сборную высших курсов КГБ СССР в городе Минске. То есть как волейболист был замечательный. Многие соревнования он здесь ветеранские организовывал. Участники пресс-конференции отметили, что за два десятилетия предстоящие соревнования стало настоящим событием в спортивной жизни не только Казахстана. Этот турнир уже известен. О нем знают в России, в Киргизии, в Узбекистане. Команды этих стран участвуют в нашем турнире. Этот турнир уже и полюбился и местным любителям волейбола. За медали будут бороться 20 команд – 10 молодежных и 10 ветеранских. В составе ветеранских команд – спортсмены-любители, бывшие сотрудники силовых ведомств. Ожидается около 150 участников из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. В прошлом году победителями среди ветеранов стала команда из России. Среди молодежных команд победили спортсмены Тимиртау. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ахкены, певцы, музыканты, КВНщики вновь надели бутсы, чтобы сыграть в футбол. В спортивном комплексе «Жастар» прошел второй тур соревнования по мини-футболу среди команд творческих молодых людей. Проведение турниров по футболу среди представителей разных профессий обретает все большую популярность. И не зря, ведь командные игры и спорт снимают стресс, способствуют заряду жизненной энергии. Творческие молодые люди Караганды вновь объединились в футбольные дружины. На летнем поле спорткомплекса «Жастар» восемь команд встретились в рамках второго тура городского чемпионата. Суть турнира – это развить в молодежи более спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, развить любовь к футболу. Если смотреть по Казахстану, то футбол очень сильно, сильными темпами развивается. Что еще могу сказать? Это уединение, дружба между всеми ведущими в сфере культуры Караганды. И это очень приятно, что все в дружеской атмосфере играют в футбол. Чемпионат проходит по правилам мирового первенства. В марте команды играли в группах. Сегодня состоялся розыгрыш призов. Победителем турнира стали футболисты Курама Каманда. Вместе с первым местом игроки стали обладателями 50 тысяч тенге. На втором месте с призом 40 тысяч тенге команда Курдастар. И замыкают тройку лидеров футболисты Жастара. Их выигрыш составил 30 тысяч тенге. Кроме того, решением судей награждены участники турнира по номинациям, таким как лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауловна Стар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова